Почему я сторонник детского развития? А я объясню. Чем раньше ребенок захочет что-то делать, тем будет круче. И вам непонятно. Ну, два варианта ответа. Любимый всеми Таиланд и нелюбимая всеми Турция. Я сейчас объясню, а вы и поймете. Сколько бы вы в России простояли с заменой ступичного подшипника на линкольне? Месяц, так? Ага. Так вот, в Турции 4 часа. Да мы, по сути, к тамошним хозяевам относимся с той же разницей. Все, что делается в нормальных местах, быстрее нашего в 40 раз. Круто, да? К слову о том, чем я занимаюсь. Моя часть и это главное. Авиамоделизм. И вот такая штука случается. Зарулился я. Для вас снимал. Чтобы самолет рядом был. Два удара в траву и пипец. Ну, типа того. Но я ведь авиамоделист. У нормального авиамоделиста самолеты бывают и заруливаются, и бьются. Так что далее то. А далее включаются мозги. И на следующий день. Все заклеено эпоксидкой. И затянуто. И по сути, взлет по новой. Теперь понятие заруления. Чтобы стало ясно. Да и чтобы вы поняли. Машина, на которой я сейчас лечу, это минимум 30 тысяч рублей. Да, фигня. И не детская. Машина должна находиться в непосредственной близости от оператора. Оператор, простите, не я. Хотя он крутой. И из недетского десятка операторов города. Ну, так вот. Вираж на малой высоте. С малой скоростью. Машина, естественно, валится в штопор. Но недетские усилия электродвигателя дают ей возможность выйти. И далее все было бы круто. Но казючные кусты. И еще один самолет упал. Грустно. Да нет. Мозги, взрошенные за несколько десятков лет, сделали дело. Ровно полдня и самолет готов. А теперь вопрос. Я что, круче вас? Да нет. Просто мозги воткнуты правильно. Хотите такие? Да пожалуйста. Сейчас объясняю, почему такое случилось. Мы когда летали с Максимом, я вот там немножко чуть-чуть зарулился. Я вам только что продемонстрировал, как что-то дело случилось. Вот на том месте, прямо за спиной моего оператора. Зарехал куда-то я. И вот там, в другом месте, детишки просто сказали. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Но я так понял, что хихикать они будут долго. Но не так долго они хихикали. Потому что все это дело я собрал буквально на следующий день. То есть я вот сейчас переоделся и попробую взлетнуть. Ни разу не пробовал, проверю. Почему авиация? Сумма, конечно, не большая. И примерно в 10 тысяч рублей уложиться можно. Ну а далее я вам продемонстрирую те кружки. И для вас. И в том числе и для вашего перца. Вы сможете летать и покруче, чем я. И работать еще и качественнее. А сейчас я вам просто объясню. На чем вы ездите? На малолитражке. А крендель, который вашу машину делает, и ранее чем вы, покупает себе навороченного, самим образом заработанного джипа. По сути, то на то и происходит. Просто он умеет работать руками, а вы нет. Это был очень-очень серьезный ветер. Я вам сейчас продемонстрирую. Скорость этого ветра, это примерно 8 метров в секунду. Может быть, даже больше. Вот прямо передо мной, посмотрите. Вот я продемонстрирую, вот как вот. Сына, покажи, пожалуйста. Подойди сюда. Подойди сюда, покажи как. То есть, грубо говоря, мы его посадили в 10 метров в секунду. Самолет сел. То есть, ребятки, о чем мы говорим? Да, конечно, я это делаю. И делаю это для вас. И вы это тоже можете сделать. Просто позвонив мне по телефону. А потом мы соберем ваш самолет. И вы будете так же и так, как и я. Вот так вот.